Сегодня я вновь спешу рассказать вам правду, всю правду о коммунистах города Димитровграда и о том, как быстро они меняют свое мнение, публично отказываются от тех же слов, которые недавно сами произносили. Прокуратура Корсунского района также требует лишить полномочий еще 7 депутатов. Все они тоже грубо нарушили антикоррупционное законодательство. Забывчивые депутаты по закону и по совести должны не просто устранить нарушения, а досрочно прекратить свои полномочия. Алексей Куриный уже большой мальчик и может сам принять решение – послушать председателя ЗАГС Собрания или покинуть зал заседаний. Обстановку в городе сложно было назвать спокойной, а поведение некоторых депутатов и представителей КПРФ – адекватным и мудрым. Депутат Куриный в своем блоге написал, что число участников митинга в субботу превысило тысячу человек, но фотографии от независимых журналистов и блогеров скрывают ложь. Внешний вид гостей Куринова мне лично напомнил статистов массовки с ток-шоу. Он же точно так же и действовал. Сегодня поговорим о Теренгульском районе. Напомню, вокруг этого муниципального образования два года назад разгорелись нешуточные страсти. Местные жители, став жертвами искусных манипуляций, нескольких людей даже голодали в поле против строительства некого китайского цементного завода, которого, кстати, даже не было в проекте. Вероятно, зарабатывая политические очки, один из местных предпринимателей, Найри Четинян, сам взял на себя роль активиста, просветителя и освободителя народа от врага. Только вот никакого врага не было и в помине. Но периодически предприниматель Найри все-таки пытается спасти народ от власти. Однако народ ему больше совсем уже не верит. Пример тому – недавний смешной случай, который произошел во время визита губернатора Ульяновской области Сергея Морозова в Теренгульский район. Вот что пишет об этом канал в телеграмме «Родина Шурыгиной». Подкуровский Робин Гуд Четинян, говорят, затаился сегодня в Ташлинском лесу и ждал губернатора, чтобы защитить от него народ. Но народ не хотел защиты, хотел губернаторского внимания. Как только Морозов подъехал, люди обступили его в надежде обсудить свои вопросы. Забытый и потерянный Робин Гуд сел в свой блестящий кадиллак и уехал в Подкуровский Шервуд искать тех, кого можно спасти. Говорят, так и не нашел. Мы продолжаем следить за сложной политической обстановкой в Димитровграде. В воскресенье перед зданием администрации города атомщиков появилась огромная надпись «Дума, одумайся». Красные парламентарии Димитровграда в очередной раз проголосовали против интересов простых людей. Однако в ответ на просьбы многодетных Ерышев, как маленький мальчик, обиделся и потребовал провести проверки, а также привлечь к ответственности всех виновных. Интересно, виновных в чем? В том, что боролись за свои права? Или в том, что писали на асфальте мелом? Не поддавайтесь на провокации, никогда не паникуйте и доверяйте только проверенным источникам информации. Продолжение следует...